Добрый день, всем отличные пятницы, скоро выходные, но накануне выходных, как обычно в программе ВДОЛЕ, мы напоминаем вам о том, что будние тоже могут быть праздничными, что будние дни, наполненные работой, повседневными тяготами и тревогами, могут быть удивительно прекрасными, могут быть постоянным фонтаном и горением, если ты занимаешься любимым делом. Именно такие женщины появляются у нас всегда в это время в программе ВДОЛЕ, и сегодня с нами главная дизайнер и хозяйка ателье «Мехдизайн», член Творческого союза профессиональных художников и просто меховая королева Марина Султашова. Привет, Мариночка. Здравствуйте. Я скажу честно сразу нашим слушателям, что я с Мариной дружна и знакома, поэтому, во-первых, мы будем разговаривать на «ты», во-вторых, наверное, мне сложно будет, может быть, удержаться от какого-то личного, эмоционального участия в разговоре, потому что я знаю, что Марина делает, я ношу то, что Марина делает, и считаю это действительно совершенно выдающейся работой. Это тот редкий случай, когда человек, женщина имеет, может смело носить гордое имя мастера. Мы, вот все-таки у нас, чаще в этой программе бывают женщины, которые мастера именно в бизнесе, да, которые занимаются финансами, экономикой, там, я не знаю, нефтью торгуют и прочее, но все-таки в наше время очень большая редкость, когда люди что-то умеют делать своими руками и настолько качественно, что это высоко ценится. Расскажи, пожалуйста, что вообще делает ателье мехдизайн? У нас в основном, конечно, индивидуальный пошив. К нам любая женщина, любая девушка, любой мужчина может прийти, и мы оденем как надо. У нас действительно работают высококвалифицированные мастера, мастера своего дела. Вот, в первую очередь, конечно, я отмечу, что мастера очень высокого класса у меня работают, и я этим горжусь. Сколько лет ателье? Основала меховой салон я в 98-м году, ну, в 998-м году. А вообще мехами занимаюсь с 91-го года. Это удивительно, ведь у тебя филологическое образование, ты закончила филфак, МГУ, и, в общем, ну, совершенно должна была заниматься другими вещами. Как-то, ну, не знаю, кройка и шитьё – это, конечно, может быть хобби всякой женщины, но тем не менее. Ну, поначалу, действительно, это было хобби. Я женщина миниатюрная, и никогда не могла себе в магазинах купить что-то готовое, и чтобы это мне нравилось. Если даже что-то покупала, я всё подделывала под себя, и, в общем-то, наверное, лет с 10 я уже старалась что-то себе сшить, и выглядеть не так, как все. Это родители учили? Ну, мама, бабушка, может быть, шили в семье? Вообще у меня бабушка была… Рукодельница. Да, да, она и вышивала, и шила, ну, всё, что угодно. Могла посмотреть на человека, и безо всяких там лекал могла раскроить, шить и посадить на человека. Вот такая бабушка у меня была замечательная. Она тебя научила шить? Ну, наверное, да. Я, глядя на неё, сначала шила куклам. Вот, уже где-то в три года я уже умела так пользовалась иголкой, ниткой. Ничего себе. Да, кукол своих одевала. Вот. А филфак, МГУ, это был Советский Союз, я родом из Советского Союза. Это было престижно, модно. Вот. Ну, и я нисколько не сожалею, что у меня есть такое образование. И по воле судьбы я ушла в декретный отпуск, пока детей чуть-чуть поставила на ноги. Как я сейчас говорю, случилась революция. Вот. И когда появилась у меня дочка, я подумала, что, чтобы не превратиться в домохозяйку, вот пошла. Надо что-то делать. Да, да. И пошла, поступила в Текстильный институт лёгкой промышленности. Благополучно закончила. И, в общем-то, оказалось, что это моё призвание. А в институте лёгкой промышленности ты уже изучала работу с мехами или нет? Да, да. Моделирование, конструирование и специализация по меху и коже. Почему именно мех и кожа? Нравится мне это. Сложные материалы. И, в общем-то, ну, из меха и кожи можно даже себе сшить там, ну, два изделия в год. Если ты работаешь с другими тканями, ты можешь обшивать себя еженедельно. Ну, поначалу так и было. Дети были маленькие. И какой-то материал попадался. Я придумывала шапочку, жилеточку, шубку. Это всё я сама шила. Вот. И, ну, как-то это всё превратилось вот в бизнес. Наверное, в 95-м году, когда ты только начинала свой бизнес, было не так просто добраться до качественного меха. Да. В стране-то еды не было. Не говоря уже о мехах. Да, но чуть раньше. А как вообще... Ну, я понимаю, у тебя есть образование, ты выходишь из вуза с какими-то теоретическими знаниями, но как применить это на практике? Это же... Как выстроить вообще весь процесс? Это вообще-то, наверное, прежде всего, в каждом деле, наверное, прежде всего нужно любить. Любить то, что ты делаешь. А мне это нравилось. И прежде всего, конечно, я когда начинала, я не думала, что я построю такой бизнес. Ну, как-то вот так получилось. То есть сначала ты шила для собственных детей, для себя? Да, для мужа, для приятелей, да, приятельницы. Ты помнишь первое изделие, которое ты сшила на продажу, на котором ты неплохо заработала? Придется рассказать. Муж у меня работал в ремонтно-строительном заводе, мастером сначала, потом начальником. Вот. И я ему сшила. Подарили две шкурки рыжей лисы. Я ему сшила шапку. И в один прекрасный день сослуживица говорит, слушай, сейчас невозможно, говорит, вообще ничего. Это где ты приобрёл? Роскошную шапку. А, это, говорит, меня жена сшила. Он говорит, слушай, говорит, у меня есть каракулевое пальто, оно неподъёмное, бесформенное совершенно. Может быть, она что-то придумает? И он говорит, да запросто он. И через несколько дней он приходит, вот я. С этим пальто. Да. А у меня ни оборудования, вообще ничего. У меня машинка была, которая имеет такие операции, как зигзаг, прямострочка. Но самые простые. Самые простые, да. И вот где-то я вручную раскроила на свой вкус. И когда я увидела глаза этой женщины, я думаю, да. Таким образом можно же доставлять радость, счастье людям. И это вот первая моя работа была не для своих, да. Вот не для членов семьи. Вот. Которую можно было продать. Да. И всё пошло, пошло, да. А где всё-таки, ну, где ты тогда доставала материалы? Где ты купила нормальную швейную машинку? Как это? Пришлось ли деньги на это занимать? Это мой супруг, да. Вот когда он увидел, какое я удовольствие получаю от работы, он мне приобрёл такую стационарную машинку скорняжную. Это безумно трудно было тогда достать, но он вот достал. И я потихонечку начала шить. Я уже училась в институте и потихонечку промышляла. И очень много друзей. И всё это стояло дома, да? Конечно. Все ходили вокруг этой машинки, бились об неё, да? Да, точно, да. Вот. В однокомнатной квартире с двумя маленькими детьми. Да, да. Потом, конечно, вот когда уже дочка родилась, у нас уже трёхкомнатная квартира была. И там, конечно, я уже могла развернуться. Мне выделили комнату. А скажи, трёхкомнатную квартиру уже заработали благодаря твоему бизнесу или нет? Нет, нет. Это, я считаю, благодаря родителям, да. Когда ты поняла, что всё-таки это не просто какой-то пошив для своих, для друзей, ну и там успеваешь ещё чуть-чуть за деньги кому-то, чего-то. Когда ты поняла, что это может быть действительно делом жизни, бизнесом? Ну, мои друзья, друзья моего мужа, они много друзей из Казахстана. И они один раз привезли сколько-то шкурок. А потом, слушай, говорят, у тебя так классно получается. А у нас же вообще можно выбрать то, что тебе нужно, шкурки. В плане меха. Да. О подробности мы вам расскажем после новостей. Оставайтесь с нами в доле. Сегодня мы говорим с меховой королевой Мариной Султашовой. Сегодня с нами женщина, чей бизнес мех. Ну, даже не просто мех, а красивые изделия из меха. Марина Султашова, главный дизайнер и хозяйка салона «Мехдизайн», член Творческого союза профессиональных художников. 65 10 99 6 наш московский телефон. У нас есть сайт финам.фм. Заходите на страничку программы в доле. Ты же родом из Казахстана, и поэтому остались хорошие связи там, да? Родилась в Казахстане, но выросла уже в Москве практически. А там в Казахстане меховой какой-то вот бизнес хороший? Вообще там же вот каракуль, каракульча, вообще оттуда родом. Вот почему это твой любимый мех? Да, наверное. Немножко вот своим рисунком, видом напоминает степь, барханы необыкновенные. И первые поставки меха ты наладила именно оттуда? Да, да. Но одно дело было, чтобы тебе друзья сказали, Марина, вот тебе мех твори, а другое дело было выстроить всю эту систему, и, наверное, очень трудно было найти людей, которые бы стали реализовывать твои идеи. Как ты собирала единомышленников? Ну, это потихоньку. Почему вот в 98-м году я начала практически в начале 90-х. Да, да. У меня поначалу были работники-надомники, я делала конструкции, лекала, отвозила. Конечно, это всё было очень хлопотно. А как ты, это что, из рук в руки газета, да, нашла человека как-то? Ну, да, да. Интернета даже не было. Как можно было найти? Это как из уст в уста. Да, да. Вот. Находила, искала мастеров, вот. Нашла, где выделывать. Достаточно хорошо выделывала. Есть, были места, где выделывают меха. Вот. И, естественно, привозила не самое лучшее, значит, поначалу. Вот. По качеству. Да. То, что, да. То, что было. Да, то, что получится привезти. Вот. Ну. Ну, ты говоришь, что было хлопотно, приходилось мотаться по всей Москве от одного мастера-надомника к другому. Когда ты собрала их всё-таки в едином месте? Когда пошёл действительно отчёт именно уже салон производства? Как я вот говорила. Сложное, кризисное время, когда все, наоборот, закрывали бизнесы, а ты решила открыть. Да. Как-то так. Вот. Наверное, это от того, что всегда вокруг меня замечательные люди, единомышленники. Семья у меня замечательная. Всегда поддерживала, как бы сложно не было. Вот. А с чего ты начала? Ты нашла помещение или всё-таки первым делом нашла людей? Первая, первая, первая коллега, у коллеги я сняла подвал. И вот я там, у меня там машинка стояла, у меня там шкурки были. Вот. Это метроакадемическое. Наверное, можно говорить? Да, даже недалеко от центра. Да, да. Вот. Начинала с подвала. Начинала с подвала. А потом через знакомых сняли вот на Азовской улице второй этаж. Это швейная фабрика была бывшая. Сняли на втором этаже достаточно хорошую. Да, тоже не гламур. Тоже не гламур, но можно было создавать. Уже было место, куда я могла пригласить своих сотрудников, обосноваться. И мы там просуществовали, ну, года 4-5. Сколько было сначала людей у тебя в команде и сколько сейчас человек? Ну, у меня всегда не так много было народу. Ну, где-то в самом начале где-то, наверное, 5-6 человек. А сейчас человек 12-15 бывает, когда... Очень сложно содержать штат большой, да. И в основном у меня женский коллектив. И, наверное, к сожалению, женщины, которые тянут семью, вот. Достойную зарплату им нужно делать, поддерживать во всем. Женский коллектив — это сложно? Это дополнительная нагрузка для тебя или, наоборот, тебе комфортно работать только женщиной? Нет, мне очень комфортно. Очень комфортно. У меня замечательные девочки, я их так называю, с любовью. А по какому ты их критерию отбирала? По какому принципу ты собирала свою команду? Ну, конечно, всегда, как и во всех предприятиях, наверное, приходят год, где-то месяц работают. Я смотрю, как они работают, подход к работе. Естественно, отбирают тех, кто с любовью относится к работе. Иначе нельзя в нашем деле, иначе нельзя. Нужно любить свою работу очень. Потому что очень много ручной работы. И всегда я говорю, мы вкладываем в каждую вещь душу. Поэтому вы, когда будете носить, вы это будете чувствовать. Почему изначально все-таки вот ты выбрала путь индивидуального пошива, да, какого-то такого штучных работ? То есть каждое твое изделие – это, ну, в некотором роде произведение искусства, да, это что-то, существующее в единственном экземпляре. Возможно, с точки зрения бизнеса это не самое простое решение. Может быть, проще было открыть какое-то более-менее, там, хотя бы мелкосерийное производство. Меньше было бы хлопот и больше прибыль. Дело в том, что я никогда не ставила цели заработать денег. Вот прежде всего я думала, это, наверное, вот как-то… Творческий процесс, да? Да, да. Вот я с этого начинала, и я очень рада, что я с этого начинала. И сейчас мне говорят, почему бы тебе вот, да, не зарабатывать деньги количеством? Да, не открыть фабрику. Я этого не хочу делать, не хочу, это не моё. Я прежде всего для души делаю, и мне очень ценно, когда от меня уходит окрылённая, такая счастливая женщина, да, это меня тоже как-то вдохновляет, и это дорогого стоит. Это больше, чем деньги. Скажи, а сейчас ты сама работаешь руками или уже в большей степени руководишь процессами? Ну, руковожу, и сейчас со мной работает моя дочка, сын работает, и муж постоянно. У нас семейный бизнес. То есть так получилось, что, в общем, муж забросил свой ремонтный завод? Да, да. И ты всех притянула в свою орбиту. Он когда увидел, как я просто уже не тяну, а он очень преуспевающий был человек вот в своём деле, он всё оставил ради меня, я считаю, и я очень благодарна ему. А что значит «я не тяну»? То есть пошёл поток клиентов, да, и вы не справлялись с ними? Нет, мне нужно было выезжать, отбирать меха, привозить, и я всё это делала официально. Вот с самого начала. Никакой контрабанды? Да, да, и я через, ну вот, растамаживала, затамаживала, то есть вот это всё занималась я, муж помогал, друзья помогали. Ну, откровенно говоря, это не очень, кажется, что очень красивый бизнес, классный, да. На самом деле... Куча хлопот. Очень долгий путь, да, был до того состояния, вот до сегодняшнего. И очень здорово поддержала в этот момент семья. Семья, и до сих пор поддерживает. И дочь, что, она, получается, наследница твоего... Да, она с красным дипломом закончила, вот, текстильный институт лёгкой промышленности, она у меня большая умница. Сын закончил университет дружбы народов, сейчас помогает, он какие-то свои дела делает, и нам помогает. В общем, семья всё время со мной, и я этому очень благодарна. Но я всё-таки вернусь к вопросу творчества, да. Я так понимаю, что ты человек, для которого на первом месте всё-таки мастерство и дело, ну, дело именно то, что ты делаешь руками, да. На втором месте тот факт, что это ещё и приносит деньги, прибыль. И, наверное, что самое интересное, ещё и довольно сильно расширяет круг общения, потому что я уверена, что среди твоих клиентов есть очень много интересных и полезных людей. Да. Значит ли это, что сегодня ты тоже, в общем, ну, можешь, там, не поехать на какую-нибудь деловую встречу, отказаться от делового ужина, чтобы посидеть, там, что-то покроить или самой там пособирать? Не буду скрывать, по сей день какие-то модели я сама моделирую, конструирую, где-то, где нужно, там, подойду, там, покажу даже, как сделать это, да, вот, и делаю, делаю, руками работаю. А мне вот интересно, всё-таки ты училась в Академии лёгкой промышленности, когда это ещё было такой, ну, старой школой, да? Старой школой. Дочь сейчас закончила Косыгинку и наверняка принесла кучу новых каких-то идей, технологий, инноваций. Принимаешь ли ты новое или это консервативно? Ну, конечно. Она тебя чему-то научила? Ну, вообще мы друг друга учим, да. И с удовольствием я прислушиваюсь к её мнению, с удовольствием, и всегда поддерживаю. Я очень надеюсь, что она никак не решится, что она свой показ делает. Она может самостоятельно коллекцию сделать, да? Сейчас вот мы делаем, уже работаем над новой коллекцией, она... Полноценный соавтор. Да, полноценный, и совместный показ в следующем году будет. Ну, я надеюсь, что и её показы тоже уже будут в скором времени. А что вот, ну, такого, не знаю, что она внесла, какую струю свежую внесла в твой бизнес сейчас? Я не знаю, что это, это, может быть, какие-то новые конструктивные решения, новые материалы? Ну, больше креатива, наверное. И у неё очень тонкий вкус, чувство меры. Умничка она у меня. На самом деле, в наше время, опять же, насколько редко люди становятся мастерами именно благодаря тому, что они умеют что-то делать руками, настолько же редко они растят себе наследников из своих детей. Чаще ты спрашиваешь маму, вы хотите, чтобы ребёнок пошёл по вашим стопам, и я отношусь к таким же мамам, и говорю, пожалуй, нет. Пусть он найдёт какое-то своё дело. Для тебя принципиально было важно, чтобы кто-то из детей... Откровенно говоря, мы не навязывали ни сыну, ни дочери, не навязывали, чтобы они вот именно вот он стал там инженером-экономистом, а она стала моделером-конструктором, дизайнером. Это их выбор. Но это плюс для семьи, когда бизнес таким образом развивается? Я думаю, что да. А тебе никогда не предлагали, ну, какое-нибудь партнёрство, люди с большими деньгами? Постоянно. И по сей день предлагают. Но я боюсь, я нечто ценное для себя потеряю, если какое-то партнёрство будет. Очень многие люди хотят, видят только зарабатывание денег в этом. Марина Султашова, главный дизайнер и хозяйка салона Мехдизайн сегодня у нас в гостях. Оставайтесь с нами вдоль, и мы вернёмся после новостей. Сегодня с нами мастер Марина Султашова, главный дизайнер и хозяйка ателье Мехдизайн, член Творческого союза профессиональных художников, которая шьёт очень красивые изделия из меха и кожи. 65 10 99 6 наш московский телефон, есть сайт финам.фм, заходите на страничку программы вдоль. И до новостей мы говорили с Мариной о том, что, ну, наверное, можно сказать, что ты вообще такой, у тебя антибизнес, потому что ты меньше всего заточена на быструю прибыль и вообще на зарабатывание денег как таковых, да? Деньги для тебя, побочный эффект твоей творческой деятельности. Вообще, деньги тоже нужны. Конечно. Да, деньги тоже есть. Деньги всё-таки освобождают от многого. Вот. Поэтому, наверное, совсем меня святой не нужно показывать. Да, но, тем не менее, ты не готова ради денег поступить со своими принципами. Да. И сделать свой бизнес не таким штучным, сделать свои изделия серийными. Тебе это неинтересно. Неинтересно. Расскажи, пожалуйста, я знаю, что у тебя особое отношение не только к своему творчеству, но и к меху, с которым ты работаешь. Где вообще сейчас дизайнеры берут этот самый мех? Как определить его качество? И как ты этому училась? Откровенно говоря, сегодня уже больше возможностей у дизайнеров. Очень много аукционов. Естественно, лучшие меха покупаются только на меховых аукционах. То есть ещё надо торговаться за них? Конечно. Конечно. И мы это и делаем. У вас есть брокеры? У нас есть брокеры, с которыми мы очень давно работаем. Первое время вообще мы не выезжали. Брокеры за нас всё делали. А последние несколько лет мы выезжаем, уже 4-5 лет. Последние мы выезжаем сами, сами отбираем. И потом, конечно, бьёмся за эти лоты. Стараемся самые лучшие лоты отбирать, чтобы не краснеть потом перед клиентами, которые уже превращаются в друзей. А где сейчас проводятся эти аукционы? Ну, есть питерский аукцион, есть копенгагенский, есть в Торонто канадский аукцион, в Сиэтле американский аукцион. Очень много аукционов. Тебе пришлось как-то дополнительно учиться? Я не знаю, как распознавать этот мех? Как его правильно, я не знаю... Ну, уже, наверное... Даже с городами... Да, где мех там, где лучше норка? А где, откуда везётся соболь? А чья рысь самая красивая? А язык пришлось учить иностранный? Ну, языки не очень хорошо, я знаю, да. Как говорится, в советское время мы мимо проходили иностранных языков. Но у меня дети владеют несколькими языками в совершенстве. И они со мной ездят. А твоя дочь же говорит по-английски, по-итальянски? По-итальянски, по-французски, да. Она ещё несколько языков хочет выучить. И я тоже потихонечку учу, чтобы совсем... Да, вот я всё понимаю, но, наверное, от того, что я лингвист, не могу позволить себе неправильно говорить. Понимаю я всё. Ну, по-французски я могу говорить. У меня французский язык был и в школе, и в университете. Могу, общаться могу. То есть в Канаде ты чувствуешь себя более-менее вольгодно? Да. С дочкой везде. Страшно было выходить на этот международный рынок? Абсолютно нет. Абсолютно нет. Там наши друзья, брокеры, такие родные уже. Везде нормально. Правильно ли я понимаю, что на одну шубу, на одно меховое изделие можно мех собирать? Не факт, что ты найдёшь мех на одном аукционе, и нужно его по всему миру искать. Да, я с гордостью могу рассказать об этом. Есть такая каракульча антик. Очень редкая. И я не скрою, я на одну вещь собирала, я просто посчитала. Я, допустим, купила там несколько шкур и написала, в каком году, когда, у кого я это приобрела. И семь лет собирала. На одно пальто семь лет собирала. И в конце концов, конечно, получилось произведение искусства. И все говорят, все вот так. Вот когда видят это пальто, всегда аж с придыханием. Говорят, какая прелесть. Это дорогого стоит. Это вдохновляет. Не больно было отрывать его от сердца и продавать. Иногда бывает. Иногда бывает. Потому что настолько действительно вкладываешь душу, любовь. Все самое лучшее вкладываешь. И когда собираешь набор, и когда что-то придумываешь, потом отшиваешь что-то. Это здорово. Я знаю, что ты еще сотрудничаешь с итальянцами, которые делают для тебя материал для кожных. Выделку. Выделку кожи, да? Выделку меха. Вот мы под Миланом. Есть такой замечательный человек Фабио. Как вы его нашли? Через... Ну вот на аукционе. Нас познакомили наши брокеры. Выделка потрясающая. К сожалению, во многих местах, чтобы облегчить мех, очень много кожевую снимают, вот так называемую мездру. Да. И до такой степени, что открывают луковички волосинок. Почему потом вот вылезает мех? Самого основного лишают. То есть правильно ли я понимаю, что этот Фабио, ну, по-русски, если говорить, скорняк? Или не совсем? Нет, он не скорняк. Он занимается выделкой. Он химик. А, и что? И человека такой квалификации нельзя было найти в России, да? Ну, в России тоже есть. Сейчас в Пушкино есть такая Светлана. Замечательная женщина. Очень хорошая выделка у неё. Очень хорошая. Ну, так как вот мы там закупаем, оттуда отправляют вот Фабио, ну, как-то у нас так получилось. А кожу для ваших кожных изделий вы тоже везёте из Италии? В Италии, в Италии. И там тоже мы познакомились, у них тоже семейный бизнес. Такие потрясающие, вот они отбирают кожу, и мы с дочкой последнее время заказываем у них, придумывая модели, и они замечательно нам коллекцию сделали. Да, коллекцию сделали. У меня замечательный мастер по коже есть. Здесь, в Москве. И одна, и вторая, да? То есть наши изделия ничем не уступят таким брендам, известным брендам. Это можно посмотреть наши изделия и убедиться в этом. Да, но всё равно получается как-то тоже такой подход совершенно не деловой. По семь лет собирать шкурки на одно изделие, тратить огромное количество времени и денег на то, чтобы его собрать. Я думаю, что поход к итальянским мастерам отнюдь не облегчает задачу, не ускоряет, не удешевляет процесс. Наоборот. Наоборот, как раз таки. Ну, а семья, вот дочка, которая закончила всё-таки современное, получила современное дизайнерское образование, она не пытается тебя на какие-то новые рельсы поставить с точки зрения именно бизнеса? Чтобы побольше заработать денег? Ну, чтобы выстроить, чтобы, да, чтобы, может быть, и побольше заработать денег, и поменьше тратить времени и сил, и чтобы это было в большей степени бизнесом, чем вот такой самоотдачей, потому что, я думаю, люди, которые нас слушают сейчас, они думают про себя, что, да, конечно, это всё хорошо, но это такой геморрой, чем ты занимаешься, и то как ты этим занимаешься. Так, наверное, я, наверное, этим и отличаюсь от бизнес-вумен, да, в традиционном понятии. этим можно гордиться и хвастать, не знаю, ну, больше, больше, удовольствия такие, да, душевные какие-то удовольствия, мне это более ценно, чем любые деньги. Да. А расскажи, пожалуйста, как тогда ты находишь клиента, если ты всё-таки не выстраиваешь бизнес по его традиционным формам, да, ты не даёшь рекламу в глянцевые журналы? Не даю. У тебя нет интернет-портала, куда может зайти всякий, посмотреть в 3D твои изделия и заказать там пошив или хотя бы консультацию, да, то есть что это, сарафанное радио в основном? Да, да, и я никогда не сижу без работы, у меня всегда есть, часто вот говорят, вот, сезонный бизнес, ну, конечно, в сезон просто, да, и мы там записываем там за месяц, два, три даже в сезон, а так без работы совсем мы не сидим. Наверное, это тоже от того, что с душой мы делаем и нет цели заработать много денег. А скажи, пожалуйста, это чувствуют наши клиенты. А вот, Паша, я хотела о клиентах ещё, есть у тебя какой-то такой коллективный портрет, кто они, твои клиенты? Это, наверное, какие-то респектабельные люди в первую очередь, или нет? Или может быть и молодёжь? Вообще и молодёжь, и респектабельные, и просто бабушка, которая вот копила эти деньги, я не знаю, годами. У меня очень разный, да, вот клиент очень разного контингента. Ну, то есть любой человек, который, там, я не знаю, увидел красивую вещь на своей подруге, может позвонить и сказать, Марина, я хочу сделать и мне, или всё-таки есть люди, с которыми ты не работаешь? Ну, как-то ко мне такие не приходили. Правда? Да. Бывают такие клиенты, которые выносят мозги, трепят нервы, и уже, ну, лучше бы и вообще, они бы, уже ничего не надо, от них ни денег, ни желания никакого нет, с ними работать. Ну, иногда, очень редко, очень редко бывает. Но это особенность твоего характера, мне кажется, гибкого, или всё-таки тебе просто везёт на клиентов? Скорее всего, везёт на клиентов, на хороших людей. Вообще меня окружают замечательные люди. И когда вот о молодёжи, о людях, я не согласна, я всегда говорю. Но вот складывается такое ощущение, что ты вообще строишь своё дело и свой мир по таким совершенно неделовым законам, по законам, скорее, по законам какой-то дружеской, что ли, семейной коммуникации. У тебя очень патриархальный семейный уклад, у тебя очень такая традиционная семья, где дети с огромным уважением относятся к родителям, где существуют традиции, я не знаю, совместных трапез обязательно, выходные и дни. Выходные только вместе. И так далее. И этот патриархальный уклад, очевидно, переносится и на всю твою, вообще на всю твою жизнь, на твой бизнес, на твои отношения с партнёрами, с брокерами, с людьми. Весь современный мир движется на другой скорости и поживёт по другим законам. Ты никогда не чувствовала себя, ну, там, я не знаю, ну, как сказать... Белой вороной, хочется сказать. Ну, например, да, белой вороной или каким-то... В некоторой степени, наверное, да. ...артефактом таким, да, на фоне всего этого какого-то безумия и движения, и мельтешения каким-то, ну, таким немножко археологическим объектом, нет? Ну, наверное, это имеет место. Это имеет место. Я этим только довольна. Это не мешает? Нисколько. У нас в гостях Марина Султашова, дизайнер меха. Оставайтесь с нами, после новостей мы продолжим. У нас в гостях Марина Султашова, главный дизайнер и хозяйка салона мех-дизайн, член Творческого союза профессиональных художников. 65 10 99 6 наш московский телефон, есть сайт Винам.фм, заходите на страничку программы в доле. Обычно в этой программе мы говорим о женщине в бизнесе, а сейчас у нас получается, знаешь, как женщина свой образ жизни сделала своим бизнесом. И, конечно, ты совершенно уникальный в этом смысле герой в этой программе, потому что вроде бы как бы и не совсем бизнеса, в то же время это все-таки дело, и дело, которое, наверное, приносит какие-то деньги и нуждается все-таки в выстраивании по неким законам. в частности, модный бизнес нуждается все-таки в каких-то модных показах, как минимум, да? Да, и мы организовываем такие показы. В субботу состоится показ в Центре международной торговли, соберутся друзья, коллеги, партнеры, люди, которые помогают мне, любят меня, которых я люблю. Добро пожаловать! Расскажи, пожалуйста, почему ты не участвуешь в общепринятых неделях моды, где все наши российские дизайнеры демонстрируют свои достижения? Вот сейчас только закончилась, по-моему, Russian Fashion Week, я их путаю, или Moscow. Ну, тебе не интересно? Мне не интересно. Мне интересно, когда я соберу своих друзей, коллег, и они устраивают для них праздник. Но это праздник все-таки в большей степени такой комплимент клиентам, или это действительно с точки зрения бизнеса тоже эффективный инструмент привлечения новых клиентов, новых ресурсов каких-то? И то, и другое, конечно. Это же, с другой стороны, это огромные затраты и сил, и денег организовать самостоятельный показ. Да, ты сознательно на это идешь. Да, поэтому я сразу начала говорить, что это мои коллеги, партнеры, они помогают. Без них вряд ли я смогла бы проводить такие показы. А вот интересно, в общем, с одной стороны, мода, конечно, не стоит на месте, с другой стороны, меховая мода, она достаточно консервативна, особенно в России. Мы все-таки предпочитаем классические силуэты, классические меха. Мало кто будет носить норку крашеную в розовый цвет или зеленую лису. Существуют все равно какие-то тенденции сезонные, сезон, зима, осень 2013-2014? И на меха, и на цвета, несомненно. Ну, вообще, всегда, я всегда говорю, все модно, то, что нас украшает, идет нам. И это касается и цветов, я считаю. Потому что, да, вот иногда бывает модный цвет синий. Представляешь, если все оденутся в синий? Ну да. Картина будет не очень, да, радостная. Вот, поэтому я всегда говорю, все модно, то, что тебя украшает. Это касаемо и стиля, и цвета. Но все равно же ты на показ какие-то определенные модели выставляешь. Вообще, я очень люблю классику. Классика сезон. Классика, можно изысканную классику сделать, и это будет во все времена модно. Подчеркнуть. А что завтра на показе будет представлено, чем ты особенно гордишься в этой коллекции? На что стоит обратить внимание клиенту? Очень много будет ручной работы, да, вот, изделия, вот, полностью, там, присутствует в основном ручная работа, какие-то украшения. Есть такая коллега, Альбина ее зовут, вот, она мне сделала вышивку на мехе. Альбина Ярулина, да. Да, вот, ну, у нас принято поименово, да, вот, и я... То есть это будут шубы, расшитые чем? Камнями драгоценными? Не шубы, пальто, пальто, манто, расшитые, что это? Это золотодрагоценными камнями, ну, это очень потрясающе красиво, и меховые такие цветы будут. Я очень люблю как-то вот подчеркнуть какими-нибудь яркими подкладками, да, вот, сделать необычную вещь, кроем. Люблю классику изысканную и дополнить вот такими элементами. А как ты приглашаешь людей на свой показ? Это закрытое мероприятие? Это будут только твои клиенты или гости, которые... Вот, нас сейчас слушают, люди, им интересно, они могут прийти посмотреть? К сожалению, это закрытое мероприятие. Сначала стань клиентом, а потом приходи на праздник. Все-таки прежде всего это праздник для моих клиентов, для моих друзей. Все мои клиенты мои друзья. А ты можешь сказать, сколько их? Ну, приблизительное число. Сколько изделий в прошлый раз ты имеешь в виду изделий или людей? Сколько людей ты считаешь своими постоянными клиентами и как часто они шьют? Очень много. очень много. Десятки, сотни? Сотни. Сотни. Можно тысячи сказать. Да. Но в прошлый раз мы думали где-то 300 человек будет, а было 500. А в этот раз отпечатали 600 пригласительных билетов. Их не хватило. И ожидаем, конечно, больше. Больше ожидаем людей. Ты говорила, что у вас нету сезонности. Получается, сколько изделий в месяц отшивается и продается? Знаешь, я не прослеживаю. У нас очень такой подход брать не количество, а качество. То есть одно изделие можно сделать за две недели, а другое за два месяца и не успеешь сделать? Есть такие. И больше двух месяцев иногда одно изделие делаем. Но у меня много мастеров. Есть мастера, которые я никогда не тороплю, чтобы не пострадало качество. Не могу не задать тебе провокационный вопрос, но тем не менее среди наших слушателей наверняка есть приверженцы зеленого образа жизни и в любом случае мех в мировой индустрии и моды это такая притча во языцах. То все дизайнеры срочно начинают шить из искусственного меха и называют себя экологичными и бережливыми и любят животных. То вдруг наоборот какой-то бум, взрыв буквально несколько лет назад. Я помню было какое-то совершенно безумие, роскошь такая была, такой жир лился просто с подиумов. Мех тоже с камнями, с перьями. Как с ума все посходили, снова вдруг забыли про то, что они зеленые и берегут окружающую природу и животных. Тебе никогда не приходилось как-то отстаивать свое право на мех? На работу с мехом? Слава богу, нет. И когда говорят, вот нужно убить животное, чтобы получить этот мех, дошкурки, я понимаю. Но в природе они живут намного короче у них жизнь, нежели да, вот мы, ну это немножко, наверное, не кощунственно будет звучать, да. Ну, испокон веков нашей традиции, в нашем климате довольно сложно отказаться. без меха вообще я не могу представить без меха вообще людей. Как? Природные условия диктуют, чтобы мы одевались в меха. Что ты носишь сама? Какой у тебя любимый мех в нос? Ну, я знаю, что в работе у тебя любимый мех каракульча. И в носке тоже. Да? Да, очень люблю каракуль, каракульчу, просто обожаю. пусть простят мои клиенты, коллеги, друзья, норка все-таки это телогрейка. Почему? Ну, я не знаю, это я так воспринимаю. Ты имеешь в виду, что она менее теплая, чем каракуль? Нет, наоборот, теплая. А, слишком теплая. Да, да. А каракуль, не каракуль, а вот каракульча это самое изысканный мех. Самый, я считаю, дорогой мех. Королевский. Королевский. На уровне Соболя. Когда у тебя есть свободное время, есть ли оно у тебя с таким вообще глубоким внедрением в свое мастерство? Чем ты занимаешься? Как ты отдыхаешь? Наверное, к сожалению, свободного времени очень мало у меня. И все свое свободное время я уделяю своей семье и самым любимым моим друзьям. Люблю встречаться и не очень люблю рестораны, люблю домашние все люблю. То есть ты любишь накрывать столы, ты любишь готовить, принимать у себя гостей. Обожаю. А не хочется в выходные наоборот лечь кверху ножками на тахту и чтобы вообще никто не трогал? Ты знаешь, никогда такого желания у меня не было. Никогда. Ты отдыхаешь, общаясь. на работе общаешься и дома общаешься и никак не устаешь. Но заметь, с приятными людьми, с любимыми. А любимые люди что приносят в дом, когда приходят в гости? Кроме самих себя. Чем у тебя можно порадовать? Что для тебя будет приятным сюрпризом? Кроме того, что они придут в твоей шубке в гости. Да, вот только хотела сказать, чтобы в моих изделиях пришли, это мне доставит огромную радость. Ты опередила меня. Я не знаю, я всегда говорю, у нас есть все. И мы все это сами приготовим, все домашнее у нас сад огромный, у нас там теплица, все свое. И всегда говорю, ничего не надо приносить. Я не знаю, это нормально, ненормально. Когда же ты успеваешь? Я туда не касаюсь. Цветы. Вот цветы я там получаю удовольствие. Цветы это мое. А все остальное, есть люди, которые занимаются этим. А, то есть есть помощники? Конечно, конечно. Все-таки возвращаясь к этой картине тебя, которую мы здесь нарисовали, знаешь, маленькая женщина с большим мастерством, с маленьким, но очень таким эксклюзивным, штучным, меховым бизнесом, с большим домом, с такой дружной патриархальной семьей, с садом, с теплицами, с гостеприимством. тебе не трудно вообще вот такой быть в этом, вот в окружающем мире, где, ну, в основном сейчас, особенно в Москве, люди совсем другие. Что тебя держит так вот твердо именно в твоей концепции, в твоем образе жизни? Не буду лукавить, бывает очень тяжело, бывает очень тяжело. по сей день приходится брать кредиты. Ну, наверное, опять же, семья, любовь и дело. Да. Марина Султашова, Мехдизайн, сегодня была с нами в доле. Спасибо. Спасибо.